День велосипеда День велосипеда Как правило, большинство детей заказывают очень дорогие и мечтательные для себя подарки, а именно велосипеды, самокаты, ролики. Ролики, да, и очень много у нас еще новых инструментов вождения детского появилось у нас. И гироскутеры. И гироскутеры, да. Чего только нет. Просто не выговоришь, кто-то после окончания школы там за оценки, да, дети за хорошее поведение, за достойный выпуск из детского сада или за школу, они заслужили свой подарок, да. Родители постарались и подарили, да. А также еще у нас грядет большой праздник, это Всемирный день защиты детей, да. Это еще одни праздники и подарки, и тоже такого же плана могут быть. И не зря, наверное, День велосипеда после Дня защиты детей и после окончания школы детских садов. Нужно защитить детей на велосипедах. Летний период, да. Понимаете, помимо того, что мы делаем такой шикарный подарок, мечту исполняем ребенка, но мы иногда забываем о элементарных правилах. В комплекте правила дорожного движения, к сожалению, не идут с велосипедами. Да, и не все родители, да, даже успевают не то, что провести инструктаж. Все, ребенок загорелся, глаза, все, куда он поехал, зачем поехал. Хочется прям обратиться к родителям, чтобы даже не только те, которые купили новые подарки детям, те, которые достали свои прошлогодние или какие-то уже свои по наследству передаваемые транспортные средства, потому что в семье бывает несколько детей или от родителей достается велосипед, чтобы они понимали меру своей родительской ответственности. Потому что насколько родитель покажет свой пример правильного поведения на велосипеде именно, очень большая боль того, что в нашем городе и в Алтайском крае нет велодорожек. Да, это боль. Вы знаете, есть большой пример в Москве. Даже на территории дворовой площадки, где игровая площадка, есть маленькая велодорожка для трехколесных велосипедов и четырехколесных. Вот у нас недавно в парке Изумрудный появилось. Ну, это здорово, но все же дети не могут именно пойти. Это здорово, что парк Изумрудный это сделали и все появилось. Но даже застройщики, когда планируются детские площадки, идет застройка нового особенно сектора, где молодые семьи заселяются. Естественно, это у нас используется материнский капитал. Все это понятно, что там много детей. И не забывали бы об этой инфраструктуре, которая должна быть. Не только качелька и песочница, да, и там еще дополнительные игры, которые может сделать ребенок, но и небольшая велодорожка. Ну, согласитесь, и личный пример родителей важен, потому что недалеко, как на прошлых выходных, я лично наблюдал, как через перекресток отец на велосипеде и за ним сын на менее крупном велосипеде, не спешиваясь по пешеходным, не по пешеходным переходам, и прямо сверху, крутя педали, перемещаются. Но ведь чего ожидать от детей, если родители сами нарушают? Конечно, опять вернемся к тому, о чем я говорила, призыву родителей. Призыву родителей, потому что вся наша работа, вот 11-й год нашему фонду, плюс у нас огромнейшую работу проводит ГИБДД профилактика, да, при школах, при садиках. Работа ведется по всей России. Но не сравни тот пример с нашей всей работой, если родитель покажет именно то, вот как я постоянно люблю говорить. Самый главный авторитет для ребенка. Как мы учим ходить ребенка, говорить ребенка, какими-то этикетами учим, правильно кушать, да, ну и правильно культуру поведения на дороге, будь то велосипед, будь то пешеход, правильно, они все же дети там владеют велосипедом, правильно переходить, двигаться. Это прежде всего зависит от родителя, от главного авторитета для ребенка. Да, мы пришли, мы сделали свою работу, мы постарались, но может быть все вот напрасно, когда родитель покажет такой пример, и ребенок, мы порой детям говорим, если вдруг вы увидите, что ваши родители там поступают не так правильно, как мы вас учили, но вы их не ругайте, но вы им напомните, потому что в силу своей бытовой занятости, жизненной или рабочей и так далее, родители, да, могут вдруг забыть, а вы им напомните, то есть как помощники дети. Ну и тогда подойдем уже ближе к нашему мероприятию. Ближе к конкурсу. Да, конкурс у нас на 4 июня назначен, и приурочен он не только к дню велосипеда, и конкурс «Юный велосипедист», который мы обозначили краевым, потому что заявочки у нас идут уже с Навалтайска, с Павловска, Барнаул. А сколько всего участников ожидается? Ну вот сейчас мы хотели бы призвать еще участников к участию в нашем конкурсе соревнований краевом, вот, потому что сегодня был последний день прием заявок, но на сегодняшний день хотелось бы, конечно, их увеличить, потому что мы дали маленький срок, всего лишь неделька на рассмотрение. В понедельник запустили, а в пятницу уже просим решения. Да, это, конечно, с нашей стороны не совсем хорошо, но были другие моменты, утверждения долго шло. Желающие к вам могут обратиться. Да, желающие обращаются на нашем сайте, фонд имени Наташи Идыкиной, в любом поисковике. К тому же это мероприятие приурочено к Дню памяти Наташи и Наташи. 4 июня Наташа ушла из жизни, не закончив, к сожалению, первый класс, потому что авария с Наташей случилась в апреле месяце. На велосипеде она не успела и не смогла покататься, потому что два месяца практически Наташа находилась в коме, и мы и врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, чудо не случилось, и вот не закончив первый класс, наша Наташа ушла из жизни. Но вы понимаете, как бы я считаю, что она с нами, и меня очень часто называют Наташей, потому что фонд уже больше лет, чем Наташи. В этом году, в день рождения Наташи, фонду исполнится 11 лет. То есть мы называем свой проект «Дорогами добра». В этом году мы будем уже 11 лет ходить дорогами добра, и не только по дорогам города Барнаула, Алтайского края, с юными велосипедистами, но и по всей Российской Федерации. У нас очень много проектов, можно я скажу, параллельно, которые идут. Параллельно у нас ребятки участвуют, и также призываю к участию детей, подростков, мальчишек и девчонок, а также их родителей, да, поучаствовать в наших конкурсах. Сейчас у нас идет конкурс рисунков «Лето без ДТП» со светофоровой наукой по летним дорогам детства. Это у нас 10 июня начнется. Тоже с призывом, как правильно вести себя на дороге в летний период времени, а именно с детскими транспортными средствами, о которых мы сегодня говорим. Далее у нас проект «Дорожная грамматика летних дорог». Это фото-видеоматериалы, уже по старшей деточке нам присылают, так же, как правильно вести себя на дороге. Ну и конкурс, который, как говорится, прославляет велосипед и движение велосипедное, это азбука велосипеда, конкурс стихов и песен и о велосипеде. Вы знаете, уже заявочки идут, очень приятно. Информацию обо всех этих мероприятиях и конкурсах можно узнать на вашем сайте. Значит, еще раз, юный велосипедист, конкурс соревнования пройдет 4 июня в 10 часов утра начало в парке «Лесная сказка». Да, заявки принимаются до 31 мая, хоть до ночи. Главное, чтобы мы 1 июня смогли их обработать, понять, сколько у нас будет участников, потому что от этого зависит и размещение в парке, как технически будут проходить у нас соревнования. Безопасность от этого зависит, потому что мы за это отвечаем. И, конечно же, наградной материал. У нас очень много партнеров, которые откликнулись со своими подарками. Это будут викторины, практические задания. Как это будет выглядеть? У нас есть положение, в положении прописано. Ну и, естественно, у нас начнется все с парада велосипедистов. Ждем всех, не только участников, но и группы поддержки. Ну что ж, Оксана, время наше, к сожалению, подходит к концу. Благодарю вас за интересную беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях в студии программы «Интервью дня» была Оксана Едыкина, руководитель благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной. Берегите себя и своих детей. И до встречи в эфире телеканала «Катунь-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова